На прошлой неделе в Риутове стартовала всероссийская акция «Вахта памяти». Ее торжественное открытие состоялось в городском музейно-выставочном центре. На сегодняшний день можно приступать к поисковым работам, к раскопкам, которые проводят добровольцы-волонтеры. В нашем городе тоже проводится очень большая поисковая работа. Серьезную поисковую работу проводят и в стенах музея. Под руководством его сотрудников, а также риутовских краеведов, учащихся городских школ разыскивают сведения о земляках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Так, в прошлом году в честь 75-летия Победы они выпустили новое издание «Книги памяти». Помимо этого, на плитах мемориала славы появилось 20 новых имен. К 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны волонтеры планируют увековечить имя еще одного красноармейца – Владимира Тимофеевича Заболотного, 1904 года рождения. В этом году у нас всего лишь пока один найден погибший, который призывался из города Риутово и пропал без вести. Но родственники обратились к нам, чтобы помочь найти. И мы нашли. Да, действительно, он проживал, призывался у нас из Риутовского районкомата и погиб. В Риутове пять лет назад был организован поисковый отряд «Батальон». Как сообщает его командир Юлия Кузнецова, в ходе экспедиции по местам боевых сражений были найдены останки 50 погибших бойцов и офицеров Красной Армии. Сегодня эта работа продолжается и в рамках Всероссийского поискового проекта «Судьба солдата», региональный штаб которого также возглавляет Юлия Кузнецова. По запросам родных удалось установить места гибели и захоронения бойцов, которых считали пропавшими без вести больше 70 лет. Каждый поиск, каждая наша экспедиция – это частичка истории. Это мы своими руками, можно сказать, поднимаем и видим то, что происходило в те дни, страшные дни. Видели, как погибали наши прадеды, наши прабабушки, деды, отцы для многих. И носить вот эту историю, не давать изменить нашу историю – это, наверное, уже стало нашим смыслом жизни. Напомним, Всероссийская акция «Вахта памяти» проходит ежегодно в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Кроме поисковых работ, в школах муниципалитета организуют уроки мужества и круглые столы с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Также начальник управления образования городского округа Иван Гетман сообщил, что благодаря работе школьных музеев к 9 мая в городе планируют организовать уникальную выставку. На ней будут представлены документы и другие экспонаты. Они расскажут о судьбе риутовчан, которые приближали победу не только на фронтах, но и в тылу. Елизавета Флимонова, Александр Попов, телеканал ТВ Риутов.